Всем привет, друзья! С вами Болтарец, и сегодня у нас новенький Инги Хор. Только что, только что вышел. Вот буквально пять минут назад пришло мне письмо на почту, и я уже здесь. Волчий Ден называется эта игра. Отправляемся. Я, естественно, почитал описание, потому что русского языка здесь нихуя нет, и из самой игры вряд ли мы что-то узнаем. В общем, лаборатория, двое ученых, подземелье, и что-то пошло не так. Это может нас обоих убить. Только это я понял из того, что сказал наш главный герой. Левая кнопка мыши на объектах. Интеракнуться с ними. Пробуем. Да, это работает. Цезарь, Цезарь, будь ты, сука, проклят, что ты наделал? Я пытался сказать тебе, что формула была нестабильна, она была неправильна. Ну, ты бестолковый дурак, ты близок к тому, чтобы угробить нас и похоронить под этой горой. И если я могу взять, выбраться отсюда, я никогда не свяжусь с тобой, придурком, еще раз. Ну, в принципе, я согласен. Цезарь неадекватен. О, у меня появилась стамина. Видимо, я, наверное, должен очень-очень быстро отсюда выбираться. А может, даже тут какой-нибудь монстр есть. Свет Цезаря, это пришло изнутри за ним. Ага, то есть тут кто-то есть. Каждый, каждый орифис, он в боли и в свете, в каждой комнате. Я быстро прыгаю и быстро, наверное, бегаю. Возможно, мне это поможет спастись против туннеля. В туннеле какие-то звуки издаются, которые я представляю в своей голове, и мне от этого страшно. Какие страшные записи. Зажми шив, чтобы быстро бежать. Ну, это я уже понял. С этим я разобрался. Так, я вижу там свет в конце туннеля. Сперва мне даже показалось, что там кто-то ходит. Еще одна записуля. Ну-ка. Компосишн... Какие-то, блядь, исследования опять же продолжаются. Ты не знаешь, что случилось. Цезарь дал мне Снир. Ты Маркус. А, я Маркус. Все понятно. Ты не сделаешь... Ты не знаешь ничего. Я мог убить тебя или еще хуже? Какие-то инновации... Инновации нужны, но и велик риск. Он... Он делает контент с помощью второго чего-то. Ну, блядь, одна записка, хлеще другой. А в этом коридоре я вообще буду куда-нибудь поворачивать-то или нет? Или мы так и будем хуярить прямо? Ну, с другой стороны здесь рельсы. Какие-то вагонетки, я не знаю, поезда тут должны были двигаться. Они ж не умеют так резко поворачивать. Ну, впереди завал, и это означает, что мы должны куда-то свернуть. Еще в самом начале, в главном меню, я видел эпизоды, какие-то карты, но доступна только одна. Может быть, это даже игра еще толком и не сделана. Зажмите Ctrl, чтобы идти в присядку. Ясно. Люди о интересных, наблюдающих точках. Факт есть факт. Я видел точку в каком-то Акасионе. Это означало, что вечеринка началась. Позволь мне тебя, мой дорогой друг, женщина, чье имя я забыл, положила ее руку на мое плечо. Он делает то, что делает. Алхимия. Да, это так, Цезарь, дорогой ты мой. Конец здесь, он пришел. Я было говорил об этом. Выглядит человек, как в возрасте, половина законченного вино-стакан в правой руке. Ох, Маркус, я слышал очень много о тебе. Не понял, что-то. Какая-то женщина, какой-то, блядь, хер, и держала в руке вино. Я не понял, эти ученые нахуярились, что ли? И что-то пошло не так? Опасности, будь начеку. Какая еще, нахуй, опасность? Локация была далеко не безупречная. Это было что-то другое. Многие вещи, дистанция, был поезд, точнее, линия поездов под горами. Цезарь казался счастливым. Однако, это насилие... Все было спланировано. Я пытался подать какой-то сигнал, и началась следующая часть. Пиздец, я быстрее сойду с ума, пока буду читать эти записки. Неужели игра уже начнет нас пугать? Походу... Походу, разработчик хотел сделать визуальную новеллу, но в какой-то момент что-то пошло не так. И он просто разбросал кругом записки. Проклятия... Будь они прокляты, будь они прокляты. Дураки в академии улыбались над моей работой. Они все ржали, глядя мне в глаза. Они на самом деле ничего не понимали в алхимии. Просто надо мной угорали. Ну, они мне нахуй не нужны. Они мне не нужны, не нужна эта академия. Мне не нужны профессора. Пусть печку сосут, я все сделаю сам. Я... Сламился... Мое говно имело законченный вид, чтобы работ... Чтобы говорилось хуже. Я выглядел вокруг академических лабораторий. Я имел все, что мне было нужно. Даже бедная крыса охуела от этих записок. Упон начал давать маленькие куски. Крыса начала корчиться от боли. Она кричала в стеклянном контейнере. Было место... Я... Я что-то там с дискомфортом наблюдал на цезаревское лицо. Тело крысы начало... С ним что-то начало происходить. Волосы отросли, они стали длиннее, зубы стали больше и острее, и глаза вылезли наружу и стали слишком красные. Спустя несколько секунд тело крысы изменилось до оригинальных размеров. Она стала опять маленькая, вонючая и с маленькими ушами. И тут идет диалог, видимо, с Цезарем и со мной. Блядь, а где? Где что-нибудь уже начнется сегодня или нет? Я так понимаю, что в конце должен появиться где-то тот самый монстр? Нет? сломано. Ага, конечно. Что, я еще и починить должен? Или нет? Ага, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Только не говорите, что меня сейчас собьет поезд и на этом все кончится. Я ничего не могу сделать, ребята, нам остается только наблюдать. Звук приближается, но я не вижу, что там. Получено достижение, что случилось? Мне тоже очень интересно, что здесь вообще происходит. Секундочку. Что это было? Я в какой-то момент подумал, что игра просто тупо началась с самого начала. я должен быстрее говорить, я никогда не любил Цезаря. Положить на все хуй, он был арогантом, смугом и вообще отвратительной личностью. Конечно, он хоть немного шарил во всей этой алхимии, но создавались иллюзии, что он был прав. Он имел это все слишком долго. Я провел время с Цезарем. Окей. Нажмите тап, чтобы инспектировать предметы в вашем инвентаре. Какую-то колбу с синей хуйней я нашел. Ничего мне с ней делать. если я ее выпью, я не начну светиться. А как мне Анна? На первый слот, ну ладно, я ее выпил. Маркус! Это кто? Это Цезарь? О, мой бог! Так, меня преследуют. Видимо, я записку не успею прочитать, и слава богу, а то я уже постепенно охуеваю от них. Походу, это было зелье. Маркус, что не так? Ну как, что? Какая кракозябра. Ну я бегу на шифте, как бы, ну у меня уже все, силы кончаются, и я, естественно, умираю. Наверное, мне не стоило пить это дерьмо, потому что после того, как я его выпил, я его увидел. Откуда мы начинаем? Отлично. Мы начинаем с этой же самой локации. Давайте мы ее просто вот так оп, возьмем, но пить не буду. И попробуем прочитать вторую записку. А нет. Я понял, это скрипт, мы просто дошли до этой точки, он за нами побежал, а зелье, скорее всего, восстанавливает нам стамину. Сейчас проверим. Скорее всего, так и должно быть, потому что я тупо не смогу убежать. Оп. А, понял. Быстрее восстанавливается. Стамина быстрее восстанавливается. Не надо. Не надо. Оп. А все, а здесь он не пройдет. Какой-то слабенький монстр. Перегородки всего лишь его остановили. Он сказал, что я не уйду далеко. Да, конечно. Хуйня хвостатая. Я был очень наивный сам в себе. Я охотился маленькой игрой в лесу и многие пытались меня поймать живым. Я серьезный большой страшный серый волк и хер они меня посадят на нож. А кролики и сквайрлсы готовили что-то. Но мне было насрать. Страх, ужас, хоррор на моем материнском лице. Когда она нашла меня, я мог, я это никогда не смогу забыть. Я должен сначала их всех убить. Нихуя не понял. Это кто? Это получается не Цезарь, это действительно, я чуть серьезно. Волк, которому мы что-то вкололи, он вот так вот вырос и оставил записку о своем детстве? Блядь, что за бред? Я нашел Цезаря в туннеле вместе с собой. Я думаю, это был Цезарь, он был сам не в себе. Если я не найду марамонтский эликсир, я пробуду здесь недолго, потому что меня въебут. Я все правильно понял? Как же мне отсюда выбраться? Второй, я не знаю, время идет, я что-то там слышу, прежде чем как отсюда выбраться. Так, секундочку! Что такое? Да, да, что-то не так. Иногда Цезарь пропадал или пугал периодами, бывали у него такие заскуки, и обычно никогда на долгое время ночью. В этих ситуациях я проверял каждую комнату в лаборатории, цезарьский блять, чембер, что это кресло, или может быть его офис, и никогда его не находил. Лабораторные коридоры и легко получаемые и теряемые вместе с ними. Короче, блять, пойдемте дальше. Очередной бред и очередной неработающий рычаг. Да, все еще сломано. Ну, хули, сделаем еще кружочек, может быть, и починит. Что вот это вот за хуйня, я не понимаю. какой-то желтый свет, как будто бы едет поезд. Может быть, таким образом разработчик просто загрузку хотел как-то разнообразить, чтобы мы не смотрели тупо на черный экран. И я получил еще одно достижение. Слишком быстро для волка. третий забег. Главный герой тоже охуевает и не понимает, что с ним происходит. Что за поезд и в итоге ничего. Эксперимент в день был обычный. Я пришел, препарировал, очистил все время. маленькие царапины я держал, когда я видел внутри тестовую коробку. Крыса, крыса, от нее остались только кости и все. Это была старая крыса. Старая крыса, но она все-таки была крыса. Как говорится, время из крысы оставляет только крысу. Когда меня все это настигло стекло, часть, импакт, блядь, я очередной бред. Ладно, пойдемте дальше. Вы посмотрите, это уже человеческие останки. Что он сказал? Чего, блядь? Что то там, блядь, клин сказал чисто. Нихуя не понимаю. А еще я не понимаю, почему нельзя в игру добавить... Ух ты черт, все здесь завалено. Не понимаю, почему нельзя в игру добавить русский язык, пусть и машинный. В чем проблема? Просто вот, блядь, ваш текст, все эти записки, взять, поместить в какой-нибудь гугл переводчик, и все, и вот, пожалуйста, вам тысячи, блядь, языков. В чем проблема? Да, он будет кривой, но хоть более-менее что-то будет понятно, обычные слова. Умри, умри, умри. Мы имели тебя, Маркус. Тебе нигде не спрятаться. А их уже двое, блядь, спасите, помогите. И, мать, меня просто толпа волков разорвала. Даже не разорвала, а просто затоптала. но это не конец. Мне уже начинает казаться, что все эти опыты делали именно на мне проводились. Я просто подопытный, и на самом деле все это происходит у меня в голове. Маркус суспектил мне. Его вопросы имели какое-то отношение к ним. Я пытался играть по их правилам, но слишком долгое время я отвечал неправильно. Мне нужны Маркусовские способности. Я хочу создать что-то новое, новую историю. И она должна быть интересная. окей. Интересно, выглядит как будто это пишут обо мне. Ну да. Я Маркус, Маркус и Цезарь, нас здесь было двое. Так, ну здесь опять, я смотрю, завал. Нихуя не изменилось. Хорошо, хоть поезд нас больше не ослепляет. Ну что ж, опять завалено. Мне нужно поискать что-то вокруг. А что мне искать? блядь, здесь кроме записок абсолютно нихрена нет. Ой, блядь, слишком чисто. В моей, в моем штате между моими чем-то там, я, я что-то там, иногда я просыпался в туннеле, иногда нет. Многое время в туннеле слишком сложно, чтобы быть последним. Иногда Маркус здесь, иногда и не здесь. Иногда я нахожу записки, а иногда, блядь, не нахожу. Короче, происходит полнейший бред. так-так-так-так-так-так-так-так-так. И вы смотрите, ничего не происходит. После того, как это случилось, я думаю, стоило, конечно, ожидать. Ну да, и конечно, туннели завалило, мы всю еду сожрали и все. Ни воды, ни еды. И осталось от нас только вот это гостяное чучело. Подождите. Я должен что-то найти. Скрипты больше не работают, волки не вылазят. О, лампа, ну-ка, ну-ка, иди сюда. Ебать, какая нахуй лампа. Оказывается, это можно было подвинуть. Ну, допустим, лампа, это, знаете, это был сигнал. Как я быстро перемещаюсь-то в приседе, вы посмотрите, а? А вот это уже похоже на нашу лабораторию. Ну-ка, я что-то нафейлил где-то слишком сильно, и сейчас я чувствую, что был неправ. Возможно, это даже моя вина, ну, собственно, какого хуя. я начинал охотиться в игре слишком долго, находясь под горами, но поймал что-то не очень хорошее. И что же это было? Я смотрел сквозь глаза, я черно, назад, назад на досинг. Я не могу поверить, что этот эффект вот такой пиздец. Ключик, ну-ка, иди сюда. Я нашел тело Маркуса в следующем, в чем-то там следующем. В его руках было пусто и один персональный эликсир. Я было никогда не приходил к этой формуле, но он это сделал. Все зафейлили. Один лишь он смог сделать эту формулу. Конец близок, я как бы там ни было нашел это. Так, формула или эликсир должны лежать здесь. Закрыто. Окей, нажимаем на один. А можно сразу набрать их? так, подождите-ка. Я должен выпить, ну-ка, или что? Don't drink the punch, я получаю достижение. Мне стало плохо. У меня была такая мысль, что может быть мне нужно было взять этот эликсир, вернуться к скелетам, попрыскать этим эликсиром и человек ожил бы. Но нет. Опять заново начинаю. Я не знаю, как долго будет это продолжаться. И с главным героем я полностью согласен. Так, в конце я уже вижу, там что-то синеет. Сейчас мы будем за штаб бегать. Сколько много времени, как много времени я делаю одно и то же. Я возвращаюсь вновь в этот темный туннель. И если честно, меня это подзаебало. Где же она? Где же смерть? Все, пойдемте дальше. Вижу, 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 вижу. Вижу эликсир выносливости. Сейчас побегушки будут. Мы сделаем по-умному. Прежде чем мы до туда дойдем, мы сейчас восстановим выносливость по максимуму, чтобы это было эффективно. так. Оп, хорошо, все, погнали. Очень странно, что мне его дали, а погони нет. И впереди, смотрите-ка, там завалено, я даже, а нет, смотри, не могу, смогу. В приседе я пройду везде. зачем мне эликсир выносливости тогда нужен был. Можно что-нибудь еще залутать. Очень странно. Пиздец, как странно, за мной никто не бежит и записок нет. Это что такое? дай-ка, угадаю, не работает. Видимо, этот эликсир нам пригодится на следующей локации. В стиме было написано, что эта игра короткая, мне казалось, что она вообще будет минут на 10, а тут нет, смотрите-ка. Я бы уж и не сказал, что она такая короткая. Ну, как обычно мы привыкли видеть. Видимо, нас в этот раз точно сбило и еще разрезало на путях. Сбился со счетом какой-то заход. Так, секундочку. Там в конце... Так-так-так-так-так-так-так-так. Что-то пошло не так в прошлый раз. Что-то пошло не так. Я, наверное, должен был бежать, ребятам. Я, наверное, должен был бежать вперед. потому что эту локацию мы начинаем заново. Это не следующая локация. У меня забрали эликсир и первая записка была точно такая же. Что-то, блядь, я не так, оказывается, сделал. Ну, хорошо, попробуем. Я, правда, не понял, куда мне нужно было бежать. И мог ли я вообще бегать? Может, здесь я должен просто быстрее бежать? Может, это, блядь, на самом деле последняя электричка, на которую мы не успели, и она уехала от нас? Сейчас попробуем. Ну, по-моему, я не мог двигаться. Тогда это нелогично. Ну-ка, послушаем. Да, сломано. Я просто думаю, какие здесь вообще могут быть варианты. Ну, вот. не работает. Но эликсир я выпил. Говно! Очень странно. Действие эликсира прошло. Я не могу ни поворачивать, ни приседать, ни прыгать никуда. и нас опять сбили. Что можно сделать? Давайте тогда попробуем вот как поступить. Сейчас мы опять начинаем заново эту локацию. После того, как я подбираю этот санный эликсир, мы его сразу выпиваем и бежим вперед. Может быть... так, ну-ка, 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 подожди. Подожди-ка. Наш закоулок открыт. И конечно, вот, вот, блядь, куда надо было-то заходить. Смотрите, хлеб нашел. Это что такое? Подарок кому-то. Я готов, я никогда не буду частью этого слишком долго. Сегодняшний день я провел с Цезарем, ел что-то в лаборатории. Я не уверен, что Цезарь после этого делал. Я не был... Я не хотел знать, что это, собственно, было. Вот так. Ключик. Ну-ка. Давайте-ка проверим, что здесь еще лежит. Оп. Хорошо. Еще один эликсир. А что делает хлеб и вот это вот на два? Какая-то посылка с Алиэкспресс. очень странно. Я теперь пытаюсь понять, куда это, блядь, мне все вообще сувать. Потому что на пути к электричке нихера такого не было. Ну, допустим, ладно, я буду просто бежать. вот я выпил, я бегу. Ух, ебать, какая скорость. Это очень жесткое ускорение. И оно кончилось. Я еще раз выпил. опять кончилось. На один я сожрал хлеб. Я сожрал, и у меня выносливости стало еще меньше. Как это, блядь, вообще может быть? Я сожрал хлеб, и у меня выносливость стала уменьшаться медленней. Или нет? я не могу это использовать. А когда я должен это использовать? Ну, пытаемся понять что-либо. В этот раз у меня есть посылка. Я прокликиваю на два, чтобы он что-нибудь с ней сделал. Может теперь, я не знаю, поезд меня не собьет. Ну, какая-то хуита началась, если честно. Поначалу все эти записки, какая-то история, что-то было, сейчас полнейший бред. Может быть, в какой-то определенной последовательности я должен был взять? Может, сначала я должен был распаковать ее, а потом сожрать с хлебом? Может, в этой посылке, я не знаю, красная икра? А тут что-нибудь, блядь, написано, кроме смерти. сейчас еще раз попробуем. Может, я что-нибудь упустил? в этой записке что-нибудь есть, нет? Я не буду говорить Цезарю про мои планы. Какие нахуй планы? Я и так не знаю, что тут надо делать. Как будто вы знаете, где-то должен быть еще один проход, который меня выведет отсюда, может быть. Ну, нет. я выпиваю хорошо. Ускоряемся. Попробую максимально быстро сейчас пробежать. да еб твою мать. Хлеб сожрали. Может быть, хлеб я сожрал, и он придал мне сил? и теперь я смогу повернуть этот рычаг. Хуйта. Не знаю, если сейчас ничего не произойдет, то и в рот его ебать. Какая-то хуета началась. Еще раз на два. Я не могу использовать это на на этом. На этом. То есть, на чем-то другом я бы смог это использовать. На чем? На сломанном рычаге, может быть, я должен использовать? Блядь, давайте еще раз. Хорошо. Чисто ради эксперимента. Пробуем еще. Таки, блин, здесь просто вообще нихуя не вижу, где можно было бы использовать это. Абсолютно полностью пустой заброшенный туннель. Сука, на чем можно использовать эту посылку? Ну вот, указатель меняется, когда я могу использовать какой-то предмет. Блядь! Твою мать! Не на то нажал. может быть, кстати, на труп? Нет. Может, хлеб ему дать? Нет, хлеб мы сами заточили. Ну ладно, я начинаю понимать, что этот предмет мне нужно на что-то использовать. Вот еще один труп. Нет, он не поддается. когда остается переключатель, рычаг и все. Тут что-нибудь есть? Блядь, куда же тебя, блядь, использовать-то, а? Вот здесь надо внимательнее еще посмотреть. На крыс? Ну все, вариантов больше нет. А-то все, епта. А вот теперь, походу, мне пригодились бы эликсиры, которые я, к сожалению, выпил. да, эликсиры бы мне очень сильно пригодились. да и пуху, я хлеб сожрал, у меня сильно много. Медленно, но уверенно мы бежим. Спокойно, записка. бог ты мой, все происходящее, кажется, я сошел с ума. Я имею полный эликсир и и чуточку еще. Как долго этот туннель будет продолжаться, я не знаю, он слишком большой, мне нужна помощь, выпью что-нибудь вкусненького и побегу быстрее. Да, вот сейчас мне пригодились бы, конечно, эликсиры, но, к сожалению, их нет. А, подожди, а если меня никто здесь не убьет, соответственно, я не смогу начать заново эти побегушки? Я так и буду, что ли, бесконечно бежать? А вон вижу эликсир. Да, нам просто получается нужно бежать и бежать прямо. А где, блядь, хоррор-то? Я вот уже 30 минут даже больше играю, я все жду, когда начнется что-то, знаете, страшное и ужасное. Так, сперва эликсир. Дай сюда. Не поезд-то приходит все это время, не Цезарь. Я не знаю мой путь. Мой путь сломан, как и мой разум. Я чувствую себя дураком. Я имею делать, но пишу сейчас. Это слишком долго. Полностью согласен. Выпиваем, побежали. По симулятор беготни, а? Слабенький, эликсир. Действует буквально на пару секунд. Это что за издевательство над игроком? Только не говорите, что я еще буду полтора часа бегать, чтобы у меня набежало два часа. И чтобы другие игроки не смогли сделать возврат. На это что ли был расчет? Чёзы, банина, блядь, сколько бежать-то можно? Да, этот туннель не кончается. Более того, что он не кончается, мне еще и эликсиры не дают. Ну что ж, будем идти наслаждаться темнотой. Если бы я еще хлеб не сожрал, который задерживает выносливость, я, блядь, не знаю, сколько бы мы здесь бежали. Давайте поспим. Ну, серьезно. Это вы чё, надо мной вгораете, что ли? Сколько можно бежать? Вообще ничего не происходит. Нет никаких записей. Подождите-ка. А может, я должен развернуться и побежать в обратную сторону? Как он такой вариант? Я просто не могу поверить, что на полном серьезе мы вот так вот и должны бежать прямо и ничего не происходит. Любого адекватного игрока это должно натолкнуть на какие-то мысли. Почему, почему не брать? Иду и ничего не происходит. И в этот момент он должен резко повернуться на 180 градусов и пойти в обратном направлении. Ну, нет, смотрите-ка. Что-то меняется. Слишком большое стало пространство без света. Может быть, даже так и было всё запланировано. Может, даже хорошо, что я не повернул обратно. Иначе бы мне опять это всё пришлось пробегать. Да, вон, смотрите-ка, в конце есть стена. Точнее, поворот. Поворот и записка. Бля, тут ещё один туннель. Вы ебанутые, уважаемые разработчики. Вот на полном серьезе. Иду куда-то, Маркус. Маркус, куда ты идёшь? Да хуй его знает. Что, опять я тебя убегать должен? Да. Ой, какая музыка-то началась. Кто оставлял эти вообще саундтреки? Ты не сможешь бегать от меня вечно. Согласен. Ещё вот минут пять такой беготни, и я просто альт F4 нажму. О, я выбрался из туннеля. Поверить не могу. Так, быстренько, оп. Давайте на него поближе посмотрим. Ну чё, волчара позорная. Маркус. Сиди, блядь, подумай над своим поведением. Будешь за мной бегать, я нахуй завтра в зоопарк сдам. Получено достижение, выбрались. Вот такая вот игра, ребят. Ну, это пиздец. У меня слов нет. В принципе, неплохо, что здесь есть история, очень много записок. Хотелось бы русский язык, пусть и машинный, чтобы более-менее это было всё понятно. И слишком уж очень много беготни. Прям пиздец дохуя, я бы даже так сказал. Ну, в целом, потянет. Если это первая игра разработчиков. Ну и саундтрек в конце, это, конечно, вообще бомба. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока.